27 июня в Богородице-Скорбящинском соборе города Десногорска состоялась встреча ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Сами чернобыльцы назвали эту встречу «воссоединение с церковью». Представители духовенства открыли двери храма для членов Союза Чернобыль-Смоленского и Десногорского отделений. По словам участников, встреча стала долгожданным для всех событий, так как обязательное собрание в год 35-летия со дня аварии планировалось уже давно. Я вот поскольку был один из первых дней там в 86-м году, да, каждым годом она не забывается, наоборот, память укрепляется. Но это была страшная трагедия. Но кто был, кто работал на этой ликвидации, знает. А словами это не передать. Это словами честно слово не передать. Кто работал, ну это страшно. Как страшный слон, я тогда вижу. Трагедия Чернобыля. Встреча прошла в скромной, дружественной обстановке. И хотя соратники из Беларуси не смогли приехать из-за осложнившейся в мире эпид-ситуации, на встрече присутствовал председатель областного отделения «Союз Чернобыль по Смоленской области» Игорь Пушкарёв. Приветствуя гостей, он напомнил об исторической роли ликвидаторов в трагических событиях весны 86-го года. Чернобыльцы в то время спасли мир от тяжёлой утраты, от тяжёлого удара от того, который принесла Чернобыльский рейс. Потому что возвращаемся, что ядерный заряд, который тогда вырвался на уши, он придёт в новый мир. Смоленское объединение ветеранов-ликвидаторов насчитывает более 3000 человек. На встрече обсудили проблемы, с которыми сталкивается каждый из них в повседневной жизни и способы избежать социальную несправедливость. Рассматривались перспективы развития всего общества и специальных структур, чья деятельность направлена на защиту законных интересов участников ликвидации аварии. Диалоговая площадка была открыта для всех, поэтому многие смогли высказать своё мнение о несовершенстве правовой базы касательно чернобыльцев. Те, кто работали в 86-м году, 26 апреля, не все категории трудящихся являются ликвидаторами. То есть торговые работники вошли в эту категорию, а такие люди, как учителя, медсёстры, работники культуры, к сожалению, остались просто эвакуированы. И для нас это большая потеря. Организация «Союз Чернобыль» существует больше 10 лет. На протяжении этого времени она служит напоминанием о колоссальной ответственности перед миром тех, кто владеет атомной энергией и развивается для сохранения памяти о героях страны.